здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы разберем что происходит на рынке до поговорим о той коррекции которая сейчас на рынке продолжается разберем предпосылки ну и в целом что ожидать от рынка ну а прежде чем и начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится вопросы как всегда оставляйте в комментариях и так коррекция продолжается также вчера было довольно-таки большое падение по индексу dow jones до этого мы видели коррекцию по nasdaq по s&p 500 и вот уже сектор реальной экономики именно индекс должен 30 тоже присоединился к этому падению ну во первых также стоит посмотреть на индекс викс да на индекс страха мы видели то что данный индекс находился ниже среднего значения которое обычно курсирует на уровне 20 и в принципе весь апрель до 1 полу мая все было довольно таки спокойно в этом отношении чем сравнение с чем сравнение с тем с той ситуации которую мы видим сейчас сейчас индекс страха торгуется уже выше цена до условного данного индекса находится выше отметки 21 что также говорит о возрастании опасений да с точки зрения коррекции на рынке ну и в целом да опять же мы подошли мы находимся на локальных максимум данные по безработе по рынку труда не самые позитивные были опубликованы на прошлой неделе но мы это обсуждали предыдущем видео и сейчас данный риск он возрастает и возрастает он вместе как раз с инфляционными опасениями до которые сейчас мы видим на рынке во первых здесь важно сказать что то целевая инфляция до который планируется федеральной резервной системой она еще не достигнута да то есть мы говорим о корр инфляции до в данном случае а она находится там пока ниже уровня 2 процента и здесь у феда цель чтобы инфляция находилась выше данного уровня некоторое время да то здесь мы пока не понимаем что значит некоторое время и другие составляющие но важно понимать что это не инфляция то есть это среднее значение по инфляции и в связи с этим рост цен на товары на услуги он будет гораздо выше то здесь мы можем ожидать что рост цен на товары может достигнутом уровне 5 процентов 6 процентов а корр и песи она как раз будет только-только заходи данную область то здесь в целом рост инфляции на товары и на услуги он может сильно опережать и тогда конечно федеральной резервной системы нужно будет уже проводить какие-то определенные действия но пока пока речь продолжается о мягкой монетарной политики но вот этот дисбаланс он сейчас возрастает опять же к этому и приводит то коррекция который сейчас мы видим на рынке то есть ну как мы уже говорили то есть многие инструменты сейчас скорректировались мы чуть позже посмотрим это уже непосредственно на графике и опять же важно понимать то что мы находимся в мае до довольно таки спокойный период на рынке то есть умение волатильные опять же менее волатильные то с точки зрения роста и период с мая по октябрь он может сказать там такой один из самых спокойных периодов в рынке сша опять же когда мы не видели каких-то сильных движений именно восходящих поэтому вероятность коррекция она повышается и к этому конечно нужно подходить максимально аккуратно ну и если мы посмотрим на график давайте как раз начнем с непосредственно с индексов индекс nasdaq да то есть высокотехнологичный сектор сейчас падает больше всего коррекцию от локальных максов мы видели уже порядка 7 процентов до начиная с с конца апреля да и в май она также продолжается можем можем уйти еще глубже здесь это момент не исключает конечно рынке привыкли что те коррекции которые есть их очень быстро откупают да то есть если посмотреть любой месяц до любая коррекция которая была и очень быстро откупали но одним из наверное таких триггеров которые здесь может возникнуть если мы не увидим как раз это быстро откупа и коррекция там на 10 процентов она не вполне здесь может реализоваться поэтому если опять же говорить о покупке там индекса то на мой взгляд нужно подождать и в том числе с точки зрения докупок акций так как практически все может до начать корректироваться что-то больше что-то меньше да здесь тоже нужно быть крайне аккуратным да и по s&p 500 опять же сейчас мы торгуемся по 4147 до локальный максимум зафиксирован буквально в начале недели после этого мы начали опять снижаться опять корректировать то есть где завершится вот эта коррекция мы не знаем пока история показывает то что откупает ее довольно таки быстро но опять же мы видели довольно таки затяжные но более глубокие коррекции например в августе прошлого года коррекция была там порядка десяти процентов вполне вероятно что подобную ситуацию мы все ближе и ближе к ней подходим в этой связи как раз возникает вероятность продолжения укрепления американского доллара и те тренды которые сейчас находимся в такой в боковой зоне да вот в некотором боковике они могут начать реализовываться уже в противоположном направлении поэтому я для себя здесь тоже рассматриваю шорт по евро доллару один из инструментов дата сейчас пока поставил отложенный ордер если пройдет еще коррекция в рамках тех цен которые мы видели вчера то в шорт по евро доллар здесь я бы зашел здесь во первых пара перекуплена а мы находимся в области сопротивления на уровне 1.22 и с этих уровней вполне вероятно что можем пойти дальше на ослабление европейской валюты на рост американского доллара до тех уровней которые мы видели как раз а в марте вполне вероятно что такой сценарий может быть реализован а по британской валюте здесь мы тоже торгуемся по локальным максимум здесь чуть лучше цена для того чтобы шортить ну во первых здесь очень большой вопрос а сможет ли цена удержаться ниже как раз тех уровней которые были сформированы у нас в феврале и вполне вероятно что на этой неделе на следующей неделе тоже могут получиться неплохие уровни как раз для входа в эту позицию как раз в рамках данного боковика да то есть мы рынок пытаются продавить и мы видим что выше выше ему уходить все сложнее попали американский доллар канадский доллар здесь подобных боковиков мы пока не видели здесь все еще тренд продолжается нисходящий но как раз импульс роста здесь может быть довольно таки стремительным потому что в отличие от других валютных пар здесь тренд не менялся он все еще продолжать нисходящий но шортить конт покупать контр трендово пока здесь я не буду поэтому эту валютную пару я оставляю по доллар иене здесь пока общий настрой да то есть если мы говорим опять же на возобновление роста укрепление американского доллара здесь тоже может быть интересен если мы увидим еще одно движение там область то 755 ну оттуда бы я уже рассматривал подбор да опять же если мы сможем удержаться выше тех уровней которые были сформированы в апреле австралиец новозеландец делает попытки коррекции здесь пока ключевая область сопротивления это отметка 78 37 мы попытались начале недели продавить этот уровень сейчас вернулись пока обратно и мы видим на как раз здесь небольшую корею с одной стороны здесь просматривается до шорт вполне вероятно что можно сходить до 77 ровно да или там 7680 но с другой стороны может эта коррекция быть более затяжной опять же мы вновь можем пойти на область а 7563 поэтому здесь пока пока присматривается данной валютной паре возможно какие-то идеи появятся как раз уже там сегодня завтра но если появится то я расскажу об этом в пятницу а по новозеландцу тоже картина похожа с одной стороны последний месяц до у нас идет тренд восходящий но мы корректируемся от локальных максимум то есть шортить пока здесь тоже не не очень хочется эту валютную пару а золото вот по золоту здесь я для себя тоже рассматриваю позицию мы добрались до отметки 1831 то есть мы видим что золото торгуется в зоне она уже пока перепродана перекуплена да на текущий момент поэтому вероятность коррекции по крайне там область 1790 здесь вполне может реализоваться и здесь я для себя тоже поставил сложный ордер буквально вот чуть выше там текущих и текущих цены где сейчас она торгуется если мы туда еще двинемся то шорт по золоту я бы тоже присоединиться но принципе триггером как раз этой идеи послужило то то движение которое мы видели вчера цена пробила минимум который мы видели как раз в понедельник закрепилась а скорректировалась и вот сейчас посмотрим сможет ли она еще немного двинуться вверх тогда бы я в эту позицию тоже зашел ну а с точки зрения индексов здесь опять же хочется подобрать да хочется подобрать вот на этой коррекции которая сейчас на рынке происходит но на пока не самый оптимальный уровень то есть опять же да то есть точки зрения dax и s&p 500 хочется их подбирать но опять же пока те коррекции которые были как вот например 4 мая крайне быстро откупали то есть даже не было уровней по крайней мере по моему по моей торговой стратегии к этим к этим движениям присоединиться если такие сигналы будут сформированы то я конечно для себя эту возможность рассмотрю и по s&p 500 и по dax у но опять же нужно быть здесь аккуратно потому что можем двинуться еще ниже да и конечно если коррекция будет 10 процентов то заходить на продолжение роста здесь будет максимально интересно ну и нефть нефть продолжает торговаться вот в своем диапазоне 71 доллар за нефть марки brent пока верхняя граница сейчас торгуемся вблизи нее если сможем закрепиться если сможем пробить данный уровень то вполне вероятно что можем и на 74 сходить но пока вот этот боковик он удерживается и шорты вблизи данных уровней как раз вероятность коррекции она тоже здесь остается довольно таки высокой поэтому здесь нужно тоже быть аккуратным с данной валютной парой разгоняется как раз та коррекция которая началась на этой неделе пока не факт что она продлится там дольше чем три-четыре дня но с каждым днем с ростом опасений относительно инфляции с ростом доходности как раз облигаций а этот риск он возрастает и мы видим но в первую очередь по индексу страха то есть то что мы смотрели самом начале ну а на сегодня это все всем спасибо за внимание не забудьте поставить лайк видео если вам понравилось вопросы оставляйте в комментариях увидимся с вами в пятницу и посмотрим как завершается текущая торговая неделя всем спасибо за внимание и до свидания